У меня муж молодец, приехал с работы и всё мне здесь разложил. Сумки все потаскал. В общем, я показываю, что я купила на 370 почти долларов, ну, приблизительно, да. Сначала покажу эти прекрасные цветы с нашего огорода. Это так классно. Я почему-то раньше эти розы не срезала, а сейчас всё равно кусты нужно подрезать. Это я тебе посоветовала. Да, такая вот красота стоит у нас. Так, что мы купили? Я вернее. Значит, здесь картошечка была по скидке. Она обычно, ну, 2,50 за пакет. Было сегодня 2 пакета за 4. Сегодня были скидки. А лук вот такой вот. У нас всегда лука не хватает в доме. Я купила большой. Это морковка органик. Это опять 2 пакета молодой картошки. Ну, здесь так называется. Это такая большая картошка, ну, типа как на пюре. А шок у меня был по цене с этой туалетной бумагой. Раньше она стоила 6, потом 7. Сегодня я купила её за, наверное, 9 долларов. Вот. Вот так вот цены повысились. Что дальше? Это у нас полотенечко бумажное. Это у меня понтин для... Муж спрашивал, что я себе купила. Ну, поскольку я крашу волосы, то этот кондиционер несмываемый. Его пшикаешь на волосы, и волосы живые. Можно спокойно рассчитать, расчесать волосы. И очень мне эта штука нравится, поэтому я купила 2 вот таких вот бутылочки. Значит, это черника была по скидке. 2 коробочки за 4 доллара. Это клубника была по скидке. 2 за 5. Это черешня. Знаете, цены не было. Но я же ненормальная. Это не черешня, это вишня. Удержаться не могу. Ну, они тут пишут, что это вишня, но на самом деле это черешня. Я просто не могла удержаться. Я даже не знаю, сколько это стоит. 2 пакетика. Ну, ты от жадности набрала, да. 2 пакетика. Значит, это красная капуста. Уже не буду из пакета доставать. У меня муж любит эту капусту с чесноком, с майонезом. Вообще классная штука, да. И она долго хранится. Это у меня салат на бутерброды. Не буду распаковывать. Это редиска. Дешевая. Доллар 32. Два таких пучка. Это были авокадо тоже по скидке. Они тверденькие. Так. Это бусику запас. Значит, вот это тоже было по скидке. Это очень дорогие консервы. Сегодня было по скидке. Я постаралась ему покупать без курицы. А вот разные. Ну, вот эти вот очень. Ну, тут 4 разных сорта, да. Да, 4 разных сорта. В общем, это бусику. Это сметанка. Это арбуз тоже был. Ягодка. Ягодка маленькая. Ягодка маленькая. Да, да. Называется ягодка маленькая. Да. Арбуз считается ягодкой. Я еще все по скидке. Был по скидке. Тыква. Тоже сегодня был такой небольшой шок. Стоила 99 центов за полкилограмма. За фунт, как бы здесь считается. За паунд. За паунд, да. Ну, то есть это 450 с чем-то грамм. Да, 454 грамма. Вот. Сегодня эта тыква стоит уже 1,54 доллар. За паунд? Да, да. То есть это стоит 4 доллара? По весу я не знаю. Это вот я покупаю тыкву. Иногда как бы для себя мы готовим, а часть идет бусику. А, водичка, да. Значит, у нас вода закончилась. Вот муж все разложил. Минералка, ну, как бы шипучка. И диет, как бы ноль калорий. Мы любим диет кола, которую пьет Трамп. Кстати говоря, ты знал, что Трамп, да. Трамп пьет вот такую вот диет колу. Значит, вот здесь вот тоже ноль калорий. Вот. И такая водичка с лимоном. Что дальше? Бузька здесь немножко поклевал, покушал. Да. Кстати, сегодня удивилась тоже. Я еще по скидкам вот эта вот штука, белая рыба. Это хек, полок называется. По-моему, так. Да. И была всего лишь за 7 долларов. Обычно она значительно дороже. Красная рыба подорожала. Это была по скидкам. Это копченая красная рыба. Сальман, да, здесь называют. Подорожала. Она раньше стоила в пределах 11-12 долларов. Сегодня она стоит 15. Это ужас. Это мои соевые сосиски запекать. Это две упаковки. Яиц органик 18 штук. По 18 штук. И вот такой вот сыр. И мужу купила сырок. А где еще сырок? Какую сырок ты мне купила? Трубочками. А я вот он лежит. Да, вот. Он любит погрызть. Это я мужу купила. Ну, я же не знал, что его надо вместе положить. Так. Теперь эта трава для меня была. Кстати, свекла тоже прикол. Здесь три большие свекла. Вот. С такой ботвой. Обычно в нашем магазине продается вот такая малюсенькая свекла. Сегодня была большая. Причем упаковки были по две. А я нашла одну упаковку. Здесь аж три большие свеклы. В общем, я ее схватила. А вот эту ботву можно или в салат протушить, скорее всего. В общем, я тоже ее не буду выбрасывать. Да, да. Теперь у нас закончилась химия. А вот ты тут и не права. А я тебе купил последний раз большую банку. Я забыла. И сказал, что ты отсюда должна переливать все. Да, но ты забыла. Да, я забыла. Ну, ничего страшного. Будет запас теперь. Не будешь меня потом напрягать. Ну, слава богу. Это средства для посуды. Я забыла просто. Вот это для посуды. Это у нас должно всегда быть. Это салфетки. Салфетки визуализационные. Да, может, меня смеется. В общем, я все протираю тебе салфетками, свой телефон, вот эти вот ручки, там, где мусор хранится. Все протираю. Теперь так сегодня не удержалось. Это Буське я давала. Таблетки. Пробиотик. А вот такие вот мисочки интересные. Я показывала в магазине их. Ну, какие-то они такие веселые. В общем, их нельзя в микроволновку, но для салата вполне, по-моему, очень даже интересно. Лимоны. Курица. Мы купили вот такие вот еще. Как это называется, Вова? Ну, контейнеры для еды. Для еды, да. Чтобы не хранить то, что ты приготовила на сковороде. На сковородках таких широких. И не ставить со сковородой в холодильник. Это можно все со сковородки переложить в этот контейнер. Крышечкой накрыть. Это потом будет храниться долго в закрытом состоянии. Не будет пахнуть от нее ничего. Очень удобно, да. И легче мыть, чем это самое. Сковородки будут стоять 5-7 дней. Сковородка занимает больше места, чем этот контейнер. Да, в общем, да. У нас такие запасы уже закончились. Короче, я прикупила. Чай и купила. Показываю. Это джинджер с персиком. Как это называется? Джинджер. Ну, персик. Джинджер. Все время забываю. Я не знаю, что такое. Нужно перевести. Это для меня чай. Это липтон. Это для меня черный чай. Для мужа. Это чай. Зеленый чай для тебя. С жасмином, да. И зеленый. Нет, это просто... Это лимон и джинджер. Лимон, да. Полезный чай. Это мужу было по скидке колбаска. Вот такая вот колбаса тоже. Ее нужно отваривать, либо делать как гриль. Но мы ее отвариваем. Муж себе берет как закусон на работу. Значит, эта колбаса страшно подорожала. Шесть долларов. Ну, как бы пять или шесть штучек этих колбасок. Пять их там, да. Здесь шесть. Раз, два, три, четыре. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. А вот шесть долларов уже стало. Было 4,50. Сегодня было по 3,50. Видимо, там срок годности заканчивается. Ну, мы как бы... Выкинули. Не брезгуем. Да, было по 3,50. Я купила. Теперь вот это Филадельфия. Значит, это сырок. Такая намазка. Очень вкусная. Я люблю такое. Да, муж такое любит. Огурцы. Я сегодня говорила, захотела огурцов. И я купила вот такие вот. Они маленькие. Так. А вот еще ты купила. А вот еще, да. Вот. Хочу показать. Вот эти огурцы были по доллар 0,9. Сегодня они стоят 2 доллара. Хоть стой, хоть падай. Ну, я купила вот 3. Ну, они же ты сказала, что они органики. Органик, да. Это натуральный. Органик огурцы. Только их вот так надо хранить. В этот пакет уже надо выкинуть. А, кукурузу люблю погрызть. Чеснок у нас закончился. Даже не смотрела цену. Здесь была тоже какая-то оригинальная цена. Вот это фарш. На вот такие вот котлетки. Ну, можно сделать все, что угодно. И вот была такая оригинальная цена. 9 долларов. Ну, спешил, это скидку сделали. Да, видимо, тоже. Было 15, видишь, написано 15. Менеджер спешил. То есть, они уценили, чтобы народ раскупил. Да. Написано 9,23. Ну, вот я покажу, что у меня с камерой, да. Что она не хочет настраиваться. Ну, в общем, было здесь 15. Блин. Ну, ты ж увеличиваешь, надо уменьшить. Блин. Короче, что-то резкость, что-то камерой. Короче, здесь... Не двигайся, оно все заснимет. Оно само все автоматически. Курки здесь просто. Все вот написано. Видишь, 9,23. Вот было столько. 15, стало 9. Это помидорчики. Очень вкусные. Такие вот. Называются коктейльные. Теперь это уже мытая морковка натуральная. Называется baby carrots. Да, она уже мытая. Но я все равно ее споласкиваю. Самое главное ты не показала. Ты бы закупила новый закусон. Да. Это кусочки говядины. Да. Говядина, которая копченая. Да. Вот ему такой кусочек дают. Надо его попробовать. Но сегодня уже не даем. Ну, попробуем дать. Оно будет кушать или нет. В общем, первый раз купили. Оно копченое, натуральное. Копченое, говяжье. Говяжье, да. Для собаки. 10 долларов. Ты не слышал. Что еще? На 10 долларов мне свиньи накупила. Ну да. Значит, перец. Перец. Белый лук. Очень люблю белый лук. Он такой, знаете, не очень горький. Помидоры были. Это не органик. Помидоры были по доллар 30. Вот такие вот тепличные. На веточках? Да не может быть такого. Да. Это, наверное, 2.30. Нет. Доллар 30. Эти помидоры, там остатки уже. Я пособирала. Доллар 30. Света, чтобы остатков не было, надо ходить в магазин утром, а не ночью. Так, я по скидке купила. И такой вот тоже фарш говяжий мужу и собаке. Вот такая была закупка у нас на почти 400 баксов. Сказала, 370. Ну, 370. Надо чек посмотреть. Где-то так. А чек где? И чек где-то в сумках, наверное. И ты не забыла повесить ключи от БМВ, которые где-то в сумке, на крючочек. Хорошо. Все, давай раскладывай. Давай. Команды, что куда носить? Все это нужно носить. И у нас время. Пол второго. Ну, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Берегите себя. Кушайте вкусно. А, масло еще купила. И, да, еще не показала вот что. Мне еще спросили, чтобы они делились ценами, какие у них там. Да, рассказывайте, как у вас цены и насколько они выросли. И вот еще купила такой сыр попробовать. Он тоже дорогой. 7 долларов. Вот, вот это вот фигня всего лишь. Сколько здесь? 230 грамм. 7 долларов. Это копченый сыр. Очень хочу сыр. Косичку попробовать. Соскучилась. Ну, вот это купила первый раз. Вот такая была покупка. Так что сейчас идем все это убирать. Маш, уже нашел новую работу. Иди сюда пока. Это я вчера убирала в доме, забыла убрать на свою голову. Я знал, что у нас есть такая называется полировка для мебели. Она называется. Иди сюда и тебе посадишь. Света, раньше в этом доме вместо вот этой сетки стояла стеклянная дверь. Ладно, Вова, ближе к телу. Эта дверь предохраняла эту всю... У нас сейчас вся нижняя часть вот этой двери стала отличаться по цвету от этого. Я поняла. А то стало темнеет, и это самое прочее. Ну, ясно. Из-за того, что здесь дождь и прочее. Ясно, что ты хочешь? Я сегодня побрызгал твоим уходом за мебелью. Ну. Я хочу, чтобы ты посмотрела завтра. Будет у тебя время? Посмотри. Если надо, еще побрызгай. Нужно это все надо... Это нужно вернуть в нормальное состояние, чтобы оно выглядело так, как все. Вот, видишь, как оно натурально. Я из... Сколько эта дверь стоит? Это дорогая дверь, что так трясешься над ней? Ну, это стоило 700 долларов, наверное. Это ты ставил? Нет, это ставили бывшие хозяева. Ну. Здесь дверь была, и было стекло там еще. А там уже его нет. Стекло разбили, когда выносили мебель. Леня переезжал отсюда, и Леня разбил. Ты сказал, я тебе куплю. Леня это пасынок. Да, Леня посиди. Леня пасынок жил здесь, в этом доме. Короче, обновить дверь, я поняла. Есть, сэр. Побрызгать на нее. Я поняла. Побрызгать, это значит натереть. Я начинаю все убирать. Давай. Костяка тебе дали. Скорее. Боже. День у нас не заканчивается. У нас день имеет 26 часов в сутки. Дня мало. Ну, да. По поводу того, что день не заканчивается. Муж у меня работал вот два дня подряд, он заработал по 400 долларов. Но он вкалывал практически сколько часов? Ну, это было суббота-воскресенье. Ну, сколько? Получилось 800-817 долларов за дверь. Сколько часов ты работал? Ну, это было больше, чем по 14 часов в день. То есть ты работаешь и на лифте, и в Убор. Да, я всегда делаю так. А сегодня сколько часов ты проработал? Сегодня отработал 10 с половиной часов. Ну, почти 11 на Уборе. Заработал 310 долларов. Ну, нет, 10 часов. 310 долларов на Уборе. И одну поездку сделал на лифте. Потому что я когда включаю лифт, ничего нет. А так, а Убор все время капает. Это неважно. Это интересно вот в плане, сколько часов нужно вкалывать, да, и какие цены. Ну, я сегодня заработал 324 доллара. Ну, вот так вот. Тоже, я думаю, это интересно для людей. Ладно, все, давай, убирать будем. Так, это мясо я несу в холодильник, правильно? Окей, да, к себе несу. Ничего никакого. Это можно из этого пакета вынести или оставить? Как хочешь. Еще забыла. Короче, у меня муж берет себе кушать свинина, итальянские макароны и вот это овощное, рагу овощное. Это я буду мыть в микроволнов. Господи, в этой дешево что-то называется. В машинке. Забыла еще показать. Купила себе кофе колумбийский. Это у меня заканчивается. Нужно спрятать. И вот отправляем. Мужа, иди уже поешь и ложи спать. Ты устал. Два часа ночи, да. Да, ходит, приговаривает. Говорит, мамечка. Ничего, пайбуная, а не? Ну, что? Ничего. Говорит, ты голова? Нет, я голова, ты шея. Ну, да-да-да-да. Главный в доме мужик, но он голова. А над головой, ниже над головой есть шея, а шея это жена. Куда шея повернется, туда голова и будет смотреть. Значит, кто в главном доме? Женщина, главное, в доме. Все. Вот. Хоть стукай. Говорит, ты поехала, а я тебе все разгрузил и оплатил. Ну, да, ты все купил, а я... Да, я лучше знаю, что нужно. А я все делаю остальное. Все, ладно, иди кушай. Моя задача была затариться, потратиться, а моя задача отработать, заплатить. Все. Ладно, все, иди кушай. Все, Бушка уже... Ты должен я себе положить еды? Я же еще не наложил себе. Ну, так, накладывай себе иду. Бушка мой уже засыпает. Игрушечка вот так вот. Интересно так всегда засыпает, да? Да, малыш, давай свет выключаем. Двери наши закрыты. И все, пора отдыхать. Я, честно говоря, тоже сегодня один раз кушала и не знаю, буду ли второй раз. Муж мой спрашивает, вот, обращается к зрителям. Расскажите, какие у вас цены? Ты всем рассказываешь о том, что у тебя творится. Почему ты не просишь, чтобы люди делились с тобою, какая у них ситуация? Сколько они платят за один поход в магазин в переводе на доллары? Чего они купили? Что почем? Рассказывайте, нам тоже это интересно. А потом ты будешь, как говорится, это все анализировать? Кто в каких странах, расскажите, какие у вас цены, какая у вас ситуация, насколько все сложно. Чтобы люди делились с тобой, тогда у тебя будет это самое. Ну да. Как говорится, о чем поговорить? Хорошая идея, да. И тебя будут поддерживать больше. Спасибо всем за просмотр, всем здоровьем. Подписывайтесь, не жалейте лайки. Увидимся с любовью из США.